Друзья, представляю вашему вниманию обзор аромата от популярного дома Эсцентрик Молекулс под названием Эсцентрик 02. Эсцентрик 02 это, наверное, самый продаваемый парфюм из всех композиций, которые принадлежат дому Эсцентрик Молекулс. Хочу отметить, что Эсцентрик Молекулс это английский бренд, парфюмером является и создателем бренда Геза Шоуэн. Давайте с вами сразу обратимся к аромату. Прежде всего я хочу сказать, что у меня в руках аромат Эсцентрик 02. Также есть как бы брат Молекул 02. То есть вторая пара отдельно Молекул 02, отдельно Эсцентрик 02. Как мы видим с вами, вот я вам сейчас покажу на белом фоне, у Эсцентрик 02 сама парфюмерная композиция вот желтовато-оранжевого цвета. У Молекул 02 парфюмерная композиция прозрачная, то есть бесцветная жидкость, содержится внутри флакона. В чем принципиальное отличие? Все ароматы с названием Молекул 01, 02, 03, 04 это моноароматы. Если мы говорим про вторую пару, то аромат Молекул 02 это моноаромат, который в своем составе помимо спирта и воды, то есть спирт, вода это основополагающие ингредиенты, которые входят в состав любой парфюмерной композиции, кроме масел, там твердых, сухих духов. Помимо спирта и воды, по умолчанию мы про них даже уже не будем говорить, в Молекуле 02 только Молекула Амброксана, это моноаромат. Эсцентрик 02 это уже парфюмерная композиция. Да, во главе также Молекула Амброксана, но есть и другие ингредиенты. Отсюда у аромата есть и шлейф, и громкость, и он в принципе слышен, потому что некоторые клиенты, вообще с точки зрения физиологии, не все люди готовы и способны воспринимать Молекулу Амброксана, потому что не у всех людей альфакторные рецепторы позволяют эту большую молекулу принимать. В эсцентрике 02 помимо Молекулы Амброксана есть и другие ингредиенты. Это прежде всего Молекула Гидиона синтетическая, она полностью воспроизводит аромат зеленого жасминного бутона. Также есть аккорд Джентоника и аккорд Лимонада Альмдудлер. Что касается самой композиции, я вам хочу так сказать. Вот это абсолютный унисекс. Он чувственный и свежий одновременно. Это вот тот случай, когда сочлись именно звонкость, прохлада, звучание и притягательность. Я думаю, многие из вас уже знакомы с этим ароматом. Если нет, обязательно попробуйте. То есть, все, кто знакомится с миром нишевой парфюмерии, обязательно обратите внимание на бренд Эсцентрик Молекулс и, в частности, на аромат Эсцентрик 02. Вот он прям 50 на 50. Его 50 процентов, его наполовину берут мужчины, наполовину женщины. То есть, прям вот мы даже сколько сравнивали, не можем точно сказать, что чаще он покупаем мужчинами или женщинами. Абсолютно унисекс, я вам гарантирую, что он сядет и на мужчину, и на женщину великолепно. Да, цитрусовый, но за счет того, что здесь есть молекулы гидиона, всем, кто не любит жасмин, наверное, этот аромат будет не очень, поскольку жасмин специфичный громкий цветок, который не все его хорошо воспринимают. Но, если с жасмином у вас все хорошо, обязательно тестите этот аромат. Он, скажем так, ваш проводник в мир селективной нишевой парфюмерии. Аромат был выпущен в 2008 году. Повторю, что парфюмером является создатель бренда Геза Шоуэн. Что касается дизайн-философии бренда, то мы можем видеть вот здесь набор цифр. Просто это означает, что слово эсцентрик здесь изображено в виде двоичной системы. То есть, помните, у нас на уроках информатики нас учили двоичной системе. В общем, здесь написано слово эсцентрик и 0,2, что это вот вторая пара как раз-таки. Что еще интересно? В ароматах молекулы 0,2 и эсцентрик 0,2 содержится максимальное количество амбраксана. То есть, это 13,5%. Больше нельзя, иначе просто-напросто амбраксан начнет выкарстелизовываться, то есть, впадать осадок. Вообще, амбраксан это синтетический аналог амброкса, пахучего вещества амбры. А амбра это, безусловно, самый мощный животный афродизиак, который получают из, ну, очень много теорий, откуда берется амбра. Самое распространенное о том, что кашелоты, когда они там поедают кальмаров и прочих всяких там моллюсков, они раздражают слизистую стенку кишечника, кашелот это все воспроизводит обратно. Вот эти сгустки непереваренной пищи там с слизистой кишечника кашелота плавает там в море в океане, выбрасывается на берег. Вот чем дольше плавает, тем лучше амбра становится. Ну, затем вылавливают, очищают. Но для того, чтобы собрать необходимое количество амбр, это очень дорого, это очень долго, поэтому сейчас в парфюмерии настоящая амбра практически не используется, а используются синтетические аналоги, аналоги вот под разными торговыми номинованиями. Как раз таки в аромате Сцентрик 02 здесь используется амброксан, синтетический аналог амбры.